итак огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал сегодня снимаю видео на две самые запрашиваемые темы потому что такие срочные темы которые не могут ждать первая тема это как перевести животное в другую страну на самолете какие нужны для этого документы и вторая тема как сейчас выглядит процедура въезда в южную корею что что готовить к чему вообще готовится что взять с собой какие потребуются документы вот если вам вдруг эта тема неинтересно не расстраивайтесь уже на подходе у нас мукбанг и душевные разговоры еда уже на столе сейчас отстреляюсь поскольку обещала закончу со съемкой этих двух видео и с вами посидим в уютной атмосфере вкусно покушаем и душевно поболтаем итак поехали сегодня расскажу о том как же перевести с собой своего любимчика своего питомца если вы вдруг переезжаете жить в другую страну самое наверное тревожная мысль которая всех посещает которые людей которые готовятся к этой процедуре что я что-то сделаю не так и мое животное там не пустят да не выпустят из страны или не пустят в страну прибытия что я могу сказать не стоит из-за этого переживать если вы будете четко следовать схеме которую я вам дам у вас все будет хорошо единственное что может вас подвести это сроки время нужно закладывать достаточное количество времени для того чтобы подготовить животное если вы по какой-то причине не подрассчитались со временем и у вас уже там виза на въезд сгорает или вы уже приобрели на ближайшее время какие-то дорогостоящие невозвратные билеты ну скорее всего вас ждет облом либо придется менять планы чтобы остаться подольше и подготовить документы либо лететь уже без своего любимца вот как-то так получается это единственное на что вы можете напороться все остальное элементарно первое с чего стоит начать это обратиться в станцию по борьбе с болезнями животных которая находится в вашем городе там где вы проживаете по сути дела это государственная ветеринарная клиника но вот в россии почему-то они называются станции по борьбе с болезнями животных такая вот государственная ветеринарная клиника она не одна в каждом городе, их много, они находятся в каждом районе. Единственное, что не советую делать, выбирать по территориальному признаку, то есть типа вот это самое близкое, поэтому пойдем в эту, потому что не будем стрессовать котика, не будем стрессовать собачку. Поближе, вот поближе, поближе, нет, сразу находите все, какие есть в вашем городе, ищите в интернете, читайте отзывы, и идите только в ту, где хорошие отзывы в плане подготовки документов на вывоз животных. Именно эта тема вас должна волновать, потому что там могут быть прекрасные специалисты, замечательные, но они некомпетентны в плане подготовки документов, будут вас мурыжить, будут от вас потребовать какие-то документы, например, которые вообще не нужны. Ну в отзывах я много всякого начиталась, то есть это вполне реально, что вас могут начать мурыжить, поэтому ищите с самыми лучшими отзывами по подготовке документов и езжайте туда, даже если это находится на другом конце города. Это будет проще, сэкономите время и нервы. Итак, что вам потребуется сделать в первую очередь? Это международный ветеринарный паспорт, поставить прививку от бешенства и чипировать животное. Это вот все можно сделать за одно посещение. Также если вы не уверены по поводу блох, паразитов, всяких глистов, то также попросите ветеринара обработать от блох и паразитов. Если вы это уже делали, то вам это делать не надо. Естественно, может возникнуть вопрос, а как же не будет же отметки в ветеринарном паспорте? Это совершенно не имеет значения. Если вы завели новый ветеринарный паспорт, а обработали ранее, например, паспорт получили сейчас, а обработали животное там месяц назад, у вас не будет этой отметки, но вам ее проставят автоматом, когда вы будете получать форму один на вывоз животного. То есть животное просто пройдет клиническое обследование, его посмотрят, возьмут на анализ его кал и все. Это будет доказательство того, что у вашего животного там нет блох, клещей и каких-нибудь кишечных паразитов. Все. То есть не беспокойтесь, если вдруг у вас нет этой отметки в паспорте, вам ее потом автоматом поставят. Главное, чтобы вы сами были уверены, что действительно у животного этого нет и при клиническом осмотре это не обнаружится. Паспорт может выглядеть самым разным образом. Главное, чтобы на нем было написано, что он международный. Вот здесь это написано, наверное, перевернутое изображение. Он может быть беленький, синенький, вот такой вот с картиночкой, неважно. Очень важно и правильно его заполнить. Заполняем так, как в образце в самом паспорте. То есть имя на русском языке печатными буквами и имя латиницы, так как в вашем заграничном паспорте. Далее, вторая вещь, которую вам нужно узнать. Уточнить, какие конкретно вам для ввоза в вашу страну, которую вы собираетесь посетить или в которой вы собираетесь жить, нужны вакцинации и обработки. Я называла то, что нужно для Южной Кореи. Это чип, прививка от бешенства и международный паспорт ветеринарный. Вы узнавайте, что вам нужно для ввоза в ту страну, в которую вы собрались, как узнать самые достоверные источники информации, чтобы не облажаться, как говорится, не обломаться. Первое, это сайт посольства страны, в которую вы везете животное. Например, если это Южная Корея, мы ищем посольство Южной Кореи, там, например, в Москве, да, либо вы вывозите в США, да, посольство США, американское посольство в городе, там, таком-то, в городе Москве, например, да, ищите сайт, ищите раздел по вывозу животных, и там будут написаны, по ввозу животных, там будут написаны все требования и правила этой страны. Второй сайт, который может вам помочь, это сайт аэропорта прибытия, в который вы собираетесь пребывать, да, но если это Корея, то это Южной аэропорт, вы смотрите сайт аэропорта Южной, раздел животные и требования там все будут. Также там обычно оставляют адреса клиник, которые находятся в вашей стране, в которых вы можете пройти необходимые там обследования или сдать необходимые анализы. И третий сайт, который может вам помочь, это, например, сайт авиакомпании, какой-то родной авиакомпании той страны, в которую вы летите, да, если это Корея, то это сайт корейских авиалиний. Даже если вы полетите другими авиалиниями, это не важно, главное, вы там сможете найти нужную информацию. Вот эти три сайта могут дать вам достоверную информацию, там вы можете найти ссылки, например, на другие источники, в которых содержится нужная информация. Вот на это полагайтесь. Это вот самое верное решение, где вам найти точную информацию. Что касается Южной Кореи, у Южной Кореи есть специфические требования, касающиеся бешенства, то есть животное должно быть привито от бешенства, чипировано, также должен быть предоставлен сертификат вот такого плана на антитела к бешенству. Это называется исследование сыворотки крови, кто-то называет это анализ на титры антител к бешенству, кто-то называет это серологическое исследование на антитела к бешенству. То есть принципиально важно для ввоза в Южную Корею, чтобы было больше вот 0,05, 0,05 показатель был больше, у нас 13,77. Это такой принципиально важный момент для ввоза именно в Южную Корею получить вот этот сертификат. Какие тут могут быть подвохи и препятствия? Подвохи и препятствия заключаются в том, что он не может, вы не можете сдать этот анализ ранее, чем через 30 дней после последней прививки. Если вы сделали прививку недавно, вы должны зажидать 30 дней и только потом вы можете пойти в лабораторию и сдать этот анализ. Анализ создается только в трех лабораториях, если речь идет о России. Две из них находятся в Москве и одна из них находится в городе Владимир. Что касается ваших стран, в которые вы собираетесь, то смотрите на сайтах тех, на которых я сказала, там обязательно вы все найдете, в том числе адреса, которые вам нужны, которые вы можете найти в вашей стране. Я за этим анализом, за этим анализом можно обратиться во ВГИНКИ. Я обращалась в научно-исследовательский институт диагностики, профилактики болезней человека и животных. По адресу, я ходила по адресу, сейчас скажу вам, в Москве, улица Василисы Кожаной, дом, кажется, 23. Клиника называется МОВЕТ. Они там берут анализ, направляют его по адресу, вот улица Гамалея, дом 16. Там проводятся исследования. И они его присылают вот обратно в эту клинику МОВЕТ на Василисы Кожаной. И вот там можно забрать, будет свой сертификат. Естественно, если вы не проживаете в городе Москве или городе Владимире, в вашем городе нет возможности дать такой анализ, придется либо ехать в этот город, как я это сделала, мы прилетели в Москву, так быстрее. Либо же пересылать образец крови, придется походить, заморочиться, сходить опять в ветеринарную клинику, узнать, как это все делается. Все. Если касается Южной Кореи, вы все это сделали, вы готовы. Ветеринарный международный паспорт, прививка от бешенства, чип, вот этот сертификат и все, вы полностью готовы. За несколько дней до вылета, кажется, не ранее, чем за 5 дней до вылета, можно и за 2, можно за 3, можно за день до вылета, вам нужно получить форму номер 1. Вы идете опять в этот участок ветеринарный, в эту станцию по борьбе с болезнями домашних животных, записываетесь. Мы были в Москве, 2-й Лихачевский переулок, дом 6, кажется. Пошли туда, кажется, за 2 дня до вылета, или за день даже до вылета. Нужно принести с собой с утра анализ калор и кота. Проверят на паразитов, посмотрят на лишай, просто клинический осмотр животного проведут, и на основании предоставленных вами документов вам сделают форму номер 1. Вам даже не надо знать, что это такое, вам ее просто сделают. Скажите, что мне нужна форма номер 1, и вам ее сделают. Главное, принесите все, что нужно, все, что есть, всю документацию на кота, которую вы собрали. С этой формой номер 1 мы отправляемся в аэропорт. Отправляться в аэропорт можно заранее, конечно же, с животным. Не обязательно делать это в день вылета, но не ранее, чем за 5 дней. За 5 дней, 4, 2, 3, 1, можно, конечно, рискнуть и в день вылета, но там вы будете нервничать, торопиться. Едем с этой формой, с этим сертификатом в аэропорт, из которого вы будете вылетать. Я вылетала из Шереметьево. Идем в пункт ветеринарного контроля с котом и документами, отдаем. И там вам в обмен на форму номер 1 выдают форму номер 5А. Это такой рыженький сертификат, вот такой вот со всякими там, знаете, какими-то знаками, какими-то, ну, короче, супер серьезная просто какая-то бумага невероятная. Ее вам оформляют. Оформляется, ну, слава богу, бесплатно. Это единственное, что, по-моему, бесплатно оформляется. За все остальное дерут деньги, вот. И все, вы готовы. Для того, чтобы вывезти животное в Южную Корею, по итогу мне понадобился мой ветеринарный паспорт, где есть информация о чипировании животного. Вот такая вот вклеечка. Вот здесь на страничках есть информация о прививочках, о вакцине от бешенства. Дальше обработку против блох и клещей мне поставили автоматом, потому что... И против паразитов, потому что было проведено обследование просто вот за день до вылета. И ничего там не было обнаружено. У меня не было отметок об обработке, потому что обработки я делала до получения паспорта, поэтому зачем лишний раз животное травить. Все. С вот этой бумажкой, с паспортом и с формой номер один я поехала в Шереметьево. В Шереметьево мне дали сертификат 5А, форма 5А. С вот этой бумажкой, вот этой и сертификатом 5А я прилетела в Корею. На пункте, где вы с чемоданом проходите последний контроль, меня остановили, подозвал меня человек, сказал, пойдите сюда, 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 вам сюда. Подошел к нам мужчина, он проверил документы. Кошку даже не стали смотреть, просто документы на нее посмотрели. Сертификат у меня 5А забрали и все, нас пропустили. То есть даже не надо искать, куда к кому обратиться. Вас подзовут, вас просто так, как говорится, не пропустят. Это все, что нужно. Поэтому не переживайте, не паникуйте. Главное, заложите достаточное количество времени. Не тяните, не надо откладывать на завтра, на послезавтра. Да вот я в ближайший выходной съезжу. Нет, по своему опыту скажу, вам будет дорога каждая минутка, каждая секунда, каждый день. Не жалею, что я уставшая, разбитая 4 марта, когда я вот только-только вернулась там на поезде из Москвы 3-го числа поздно ночью, а 4-го с утра побежала в ветеринарку. Не жалею об этом нисколько, потому что оказалось, что времени прям тык в притык оказалось. Прям да, если бы я протянула, тогда поленилась, решила бы отоспаться, не пошла бы. Я бы просто не успела вовремя подготовиться. Поэтому хотите вывозить, просто вот завтра бегите за час до работы, отпроситесь, бегите, хватайте, все. Ставьте вакцинации, ставьте прививки. Делайте вакцинацию, ставьте прививки, это самое главное. Сделайте вовремя прививку, потому что вот, как в случае с получением вот этого сертификата, может понадобиться, например, 30 дней со дня вакцинации должно быть пойти. Вот так вот. Итак, все, если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне в инстаграм, поясню, если вдруг я сумбурно объясняла, что-то не поняли. Еще несколько слов могу сказать по поводу моральной подготовки. Животное подготовится, пока вы будете его таскать по вот этим всем анализам. Не жалейте, не щадите, ой, кисонька, ой, стрессует. У животного выработается рефлекс, что вот вы его взяли, вы его куда-то повезли, вы где-то с ним побыли, и вот вы вернули его обратно домой. С каждой поездкой он начнет вам, ваш питомец, доверять все больше и больше. У него сложится логическая вот эта цепочка, что да, мы куда-то поехали, но мы сейчас закончим и вернемся домой. Все. И с каждой поездкой животное будет вести себя более и более спокойно и привыкнет. Это очень хорошо, потому что предстоит перелет на самолете. Это не так просто все. Поэтому не щадите, не надо там какими-то мелкими перебежками, самыми удобными вариантами, типа чтобы не стрессовать. Возите, катайте его везде с собой. Пусть привыкает, пусть адаптируется к переноске, пусть учится в ней спокойно сидеть, пусть привыкает к какому-то укачиванию в транспорте. Все нормально. Это как раз подготовит вас к перелету. Перед перелетом не кормим, потому что сблюет, срыгнет, захочет в туалет. Поить можно. Если пересыхает носик, видно, что там язычок высовывает наружу, поите, если не пьет, стрессует, смачивайте его постоянно влажной салфеткой своего кота или собаку, постоянно мочите ротик, глазки, лобик. Повышается очень температура тела в самолете. Не рекомендуется на самом деле давать успокоительные препараты, потому что, насколько я знаю, может нарушиться терморегуляция, сердечный ритм. Да, это тяжело для животного, но его организм должен быть в полноценном рабочем состоянии, чтобы переживать вот эту нагрузку физическую. Если он будет под действием седативных препаратов, он у вас может, я не знаю, там просто язык высунет, выпадет у него этот язык, слюни там потекут, он у вас будет как в полуобмороке каком-то там лежать, и неизвестно довезете ли вы его там здоровым и нормальным, адекватным. То есть животное должно пережить это. Что касается паники, ну тут вы должны наладить контакт, успокоить животное можно, даже если оно запаниковало. Единственное, что вы должны понять, как вам это сделать. Может быть засунуть руку в клетку, почесать макушку, там ухватить за лапу, не знаю, что там, приложить какую-то охлаждающую влажную салфеточку к колбу. Просто поговорить, чтобы услышал голос хозяина, успокоился. Далее еще есть правила по перевозке животных в салоне и либо в багажном отсеке. Эти правила уточняйте на сайте авиакомпании, которой вы полетите. Обычно в салон берут животных весом до 8 килограмм. Есть определенные также требования к размеру переноски. Это все индивидуально, в зависимости от авиакомпании, которой вы летите. Вся эта информация есть на сайте авиакомпании. Если сайты не на русском языке, не переживайте, есть там в настройках перевести страницу на русский. Все, любой сайт, даже если он на непонятном для вас языке, вы можете перевести на русский. Там найдете в настройках, нажмете, переведете, познакомитесь со всей информацией. Итак, вам желаю успехов, удачи, хорошего путешествия. Всех люблю, всех целую и пока-пока. Если остались вопросы, пишите, всем помогу, всем отвечу.